Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы рады вас приветствовать на просторах телеканала Кокша, с вами Кокша Нурэ, со мной в студии очаровательная Айгулезекова, меня зовут Рамиль Дусумов. Дорогие друзья, мы начинаем и, как всегда, по уже составившейся традиции нашего телеканала, для вас специально звучит прекрасная, немного патриотическая, хорошая, приятная для слуха музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Быстрее Полукруг головой вперед Хорошо И назад Руки открываем в стороны Открытый шаг Отлично Добавляем плечи Добавляем плечи Круг рукой Еще Хорошо Попробуем две руки И еще Отлично Меняем степ-тач Приставной шаг Еще Захлест Захлест И еще И еще И еще Попробуем Два Попробуем Колено Еще Одно Отлично Два 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 И два Хорошо Еще Отлично Отлично Раскачиваем себя в стороны Уходим Выпад Касаемся рукой пола Отлично Два Два Едем Два Выпрямляем правую ногу наверх, носочек на себя и вниз Еще 4, 3, 2, перешли на левую Раскачиваем таз Еще Разворачиваемся, толкаем бедро в пол Стараемся следить, чтобы в колене было прямой угол Еще 8 Хорошо, выпрямляем левую ногу, носок на себя, вниз Еще Отлично, переходим вперед, аккуратно ноги собираем Делаем вдох, выдох, еще вдох Выдох На этом наша разминка подошла к концу Спасибо за внимание, всем хорошего дня Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею! Вы верите в шанс выиграть лотерею? Целую картину, целую Пабло Пикасо за 1 миллион секунд? Верите вообще в такой шанс? Угу 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 Дорогие друзья, мы напоминаем, что Кукчену Рейдерс в прямом эфире Вы можете позвонить нам в студию по номеру 25 25 05 Рассказать о своих интересных новостях О том, выигрывали ли вы когда-нибудь в лотерею Либо же пожелать своим родственникам или друзьям доброго утра Поздравить именинника с днем рождения Дорогие друзья, что ж, специально для вас Следующая рубрика Гороскоп Не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся Яхмата Курилмендер, бүгінгі күнге жылдыздар не дейдекен Күніміз қалай өтет, она келесайдардан билетін боламыз Овен Неприятные моменты возможны в начале дня В это время вы будете особенно впечатлительными и ранимыми Можете переживать из-за пустяков Хочется, чтобы все шло по плану, но добиться этого удается не всегда К счастью, со временем усиливается влияние позитивных тенденций К вам возвращается самообладание Телец Лучше не рассчитывать на легкие победы Достичь успехов можно, но для этого придется проявить решительность и настойчивость В одиночку справиться с несколькими непростыми проблемами Не исключено, что вам нужно будет вернуться к делам, которые считали завершенными Близнецы Общение с окружающими сегодня требует от вас безграничного терпения, редких дипломатических талантов и философского взгляда на вещи Будьте готовы мирить ссорящихся, разбираться в чужих разногласиях Если вы хотите добиться успеха в чем-то, действуйте самостоятельно и не рассчитывайте на других Рак Не стоит ни ждать, ни требовать от себя трудовых подвигов и грандиозных свершений Достаточно справиться с текущими делами, решить самые срочные задачи После этого полезно будет отдохнуть, заняться чем-то не особенно важным, но интересным и приятным Лев Начало дня подходит для того, чтобы взяться за новые дела Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь приблизительное представление На ходу учитесь у других и запоминаете все, что может пригодиться Единственная проблема заключается в том, что все это отнимает силы Так что во второй половине дня вам наверняка потребуется отдых Дева Важно сохранять самообладание, оно вам сегодня пригодится не раз Многое складывается не так, как вы ожидали, приходится на ходу менять планы Некоторых представителей знака это заставляет нервничать, но большинство дев все же не идет на поводу эмоций и принимает взвешенные решения Весы Благоприятный день Вы настроены серьезно, решительны и спокойны, не поддаетесь на провокации, никому не позволяете вами манипулировать Именно это позволяет достичь успеха даже там, где обстоятельства, кажется, складываются не самым удачным образом Скорпион Нелегко сохранять душевное равновесие в первой половине дня В это время даже общение с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили, может даваться непросто Появляется масса взаимных претензий, многие обсуждения заканчиваются спорами Вы стараетесь гладить острые углы, но удается это не всегда Стрелец Отличный плодотворный день, дающий шанс добиться того, о чем прежде можно было только мечтать Вы не теряетесь в неоднозначных ситуациях, стараетесь использовать любую возможность, чтобы добиться своего Полезно проявлять инициативу, на работе ее заметят и оценят Козирог Вряд ли день принесет какие-то серьезные поводы для беспокойства Много идет по плану, а если происходит нечто неожиданное, вы находитесь способ извлечь из этого выгоду Будет шанс научиться чему-то новому, а также раньше других получить информацию, которая кажется важной, поможет принять верные решения Водолей Старайтесь вести себя подчеркнуто дружелюбно и не поддаваться на провокации Это не самый простой день для общения, вы порой бываете подозрительны и часто неправильно понимаете тех, кто ничего плохого не имеет в виду Старайтесь хотя бы не провоцировать ссоры, этого будет достаточно, чтобы избежать острых моментов Рыбы День сложится удачно, если вы не станете нервничать по пустякам и спорить с теми, кто с вами не согласен Не тратьте время на пустые разговоры и сосредоточьтесь на делах, которые требуют внимания Часто удается достичь успеха благодаря творческому подходу, нестандартному взгляду на вещь Продолжение следует... В принципе, к движению фанатов я не отношусь Но очень позитивно смотрю на это, ведь фан движение объединяет людей не только по определенным вкусам Слушать какого-то исполнителя или любить какой-то вид спорта, но и также помогает найти друзей, общение, либо проведение каких-то совместных акций Так что да, это, наверное, круто Меселен, Димаш Кудайбергеннің жанкерлері оның туған күніне 3 муға жоқ көшет отырғызған екен Ол 26 жасына арная сыйлық, яғни фан клубы инстаграм жерісінде мәлімдеген екен Димаштың атынан Қытайдың солтүстік батысындағы шуелдалаға 2780 түп ағаш отырғызылды Бұл қымдауылын тоқтатуға, желіқ балын азайтуға және қоршаған ортаны жақсартуға көмік кеседі Біз Димаштың сүйіспеншілігімен мейірімін үнемі естес сақтаймыз Сондықтан осындай жүрек жершарын жақсартатына үміттенеміз деп жазған екен фан клуб мүшелері Жалпайтағы тек Димашқыдай берген ол 1994 жылы 24 мамырды Ақтубе обысында днеге келген Ну вот сөте, дорогие друзья, как полезны иногда такие акции, ведь они не только радуют любимого исполнителя, но и приносят пользу экологии Дорогие друзья, в продолжении музыкальной нашей темы специально для вас приятная музыка Сондықтан осындай, алған бауырай Өмірдің мәнін көрсеттің жаным, балабаным Шапағат нұрысын, аялам жүрісін, Аллақаным Ай, жаным балам Селым мен солуға жап қалам Ай, балабаным, жаным балам Сәл көрмесін мен алаңдағам Ай, жарығайым Жанымның нәркес табылайым Ай, балабаным, аман бол деп Тәңірім менен шалыңайым Музық 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дома цветов И сколько их? Да, у меня большая коллекция сортовых фуксий Их более 25 сортов у меня Здорово! Фиалок 10 сортов, гибискусов 11 сортов Глоксиния тоже сортов, наверное, 15 примерно так. Ну и другие растения. Около 500, да? Около 500 обычно так. Ничего себе. У меня дома нет цветов, не потому что я их не люблю, я очень люблю особенно. Цветы радуют глаз всегда, прекрасную половину моих гостей. Но, к сожалению, просто держать цветы дома – это большая ответственность. За ними нужно ухаживать. Ну это же живой организм. То же самое. Как правильно ухаживать за цветами? Ну, в первую очередь, если вы хотите завести какое-то растение дома… Начните с кактуса. Если у вас дома много солнечного света, окна южной направленности, вам, да, можно завести кактусы. Их сейчас очень большое разнообразие сортов, цветущих, не цветущих. Они как бы не требуют такого большого затрат времени на уход. Поэтому, да, можно завести кактусы, хлорофитум, герань. Я к тому, что вот что-нибудь такое, не требующее особого контроля. Вот, допустим, фикус бенджамина я принесла. Ну, несмотря на то, что это субтропическое растение, оно как бы не требует таких усилий. В общем, ему нужен солнечный свет, яркий, рассеянный. Допустим, можете поставить на юго-западное окно, где у вас солнце будет после обеда, ближе к вечеру. Или с севера в восток. Вот это тоже интересно. Да, вот это тоже растение, как бы тоже можно даже их рядом поставить. Они любят цвет. Вот сейчас, смотрите, оно просыпается, листики были сложены. Сейчас они распрямляются. Утром, вечером они складываются. Утром открываются, просыпаются, становятся похожи на бабочку. Это кислица или оксалис. Прям как бабочка. Действительно, очень красиво. Вот оно пока молодое. В будущем разрастется, будет очень шикарный кустик. В общем, вот эти растения очень полезны. Фиалка, кислица и фикус бенджамина. Они очищают воздух в помещении от фенола, бензола, трихлоратилена, таких вредных соединений, которые, вы сами знаете, выделяют все поверхности, наши вот стены, полы, мебель. Ну вот после трудного рабочего дня в городе, мне кажется, самое то, прийти в квартиру полную цветов и подышать свежим воздухом. Да, согласна с вами. А вообще, какие есть секреты при ухаживании цветов? Ну, в первую очередь, я уже как сказала, нужно ориентироваться на освещение вашей квартиры. Если ваша квартира солнечная, заводите такие растения, как кактусы, герани, любые суккуленты, допустим, алоэ, каланхоэ, гастерии, хавортии. Они, кстати, тоже не требуют частого полива и времени на уход. Если у вас более затененное помещение, вот вам очень подойдут фиалки. Цветут они постоянно, радуют глаз цветением. Цветут практически круглый год. Их очень большое количество сортов. Тоже, как бы сказать, такие затратные по времени они. Минимальный уход. Полив по мере подсыхания почвы. Удобрение раз в 10 дней. А вот до скольки цветов можно растить дома? Как позволяет. Жилплощадь. Ваша жилплощадь, да. Сколько света в квартире, чтобы они не страдали от недостатка света, не вытягивались, не разочаровывали вас. Инна, момент. Хотела спросить по поводу полива. Ведь сейчас, да, в период карантина, конечно, пока вы сидели дома, мы все с вами сидели дома, можно было за ними там ухаживать, смотреть, мониторить. Но сейчас вот все, большая часть выходит на работу. Не страшно их оставлять одних без полива? Или есть какие-то специальные приспособления, автоматика? Да, сейчас много очень появилось горшков с автополивом. Туда вы наливаете воду в контейнер. И как бы почва сама втягивает столько воды, сколько ей нужно. Можно так. Ну, кому-то больше нравится самим просто поливать. Это релакс своеобразный такой. Кстати, да, вот у меня бабуля очень любит цветы. Она прям погружается, пока поливает их, укаживает, смотрит. Ну и, кстати, вот я заметил, что многие люди морально успокаиваются, когда просто смотрят на них. Да, это так. Они как бы гармонию приносят как-то в дом, покой в душу приносят. Меня от депрессии много раз спасало, вот это занятие цветоводством, как бы выводило. А сколько времени понадобится? Вы сказали, что у вас дома 500 таких цветов, да, домашних? Да. Сколько времени на полив? Времени много мне на полив входит, да. Это так. Я не поливаю все сразу цветы. У меня, допустим, сегодня одна полка на стеллаже, завтра другая, третья. А, то есть по очередности поливаете? Да. Получается, что каждый день у меня идет полив. Но каждый раз разный. Каждый раз разный, да. И ни один цветок не забываете? Ну, как бы не получается забывать, когда они на виду. Ну, конечно, бывает такое, что где-то ты пропустишь, что-то там подсохло у вас. Ну, ничего страшного, главное, до критического состояния не доводить. Дорогие друзья, во всем всегда нужно помнить, что мы вот эти за то, что мы приручили. Это не совсем относится к цветам, но и домашние животные, и цветочки, они всегда требуют уход и внимания. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся. После рубрики «Вы должны знать». Яқын баты көрельмендер, шашылгысыне ғатысты түрлі кеңестер беретін, сіз білуге тиіссіз айдарына кезек берейк. Дорога көрельмендер, шашылгысыне ғатысты түрлі көрельмендер. Дорога көрельмендер, шашылгысыне ғатысты түрлі кеңестер береме. Дорога көрельмендер, шашылгысыне, шашылгысыне ғатысты түрлі көрельмендер. Продолжение следует... 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 много лиан у меня есть большие деревья деревья их немного да их немного в квартире квартире то это фикус бал как божему 10 лет он уже почти дерево и большая лиана монстера их у меня три штуки можно снимать новую часть мало ли у вас уже в квартире можно здорово за ними прям уход глаз до глаз нужен нет да особенно за такими необычными да опять же ли она это не совсем обычная для наших краев или сейчас и краев они необычные но они очень неприхотливы хочу вам сказать они вот прям с потолка волос то не у меня стоят наверху стеллажа свисают подвешенном состоянии во всяком здорово а вот сколько лет живут так скажем домашние цветы например ну было у меня самое старое растение ему было 17 лет как тут же 16 лет потом просто стало невозможно его переносить транспортировать моего отдали хорошие руки там где он будет постоянно стоять уже не двигаться фикус у меня 10 лет как основном у меня молодые растения до получают там больше стихи а раме на его сасплаты миздоусы жерден тару марте взят руб келеси детекта айдар гаверик а зори здесь тихие произведение написанное борисом васильевым повествующая о судьбах пяти самоотверженных девушек зенитчиц их командир во время великой отечественной войны первая публикация повести состоялась в августе 1969 года повесть основана на действительно произошедшем эпизоде войны когда семеро солдат после ранения служившие на одной из узловых станций кировской железной дороги не дали вражеской диверсионной группе взорвать железную дорогу на этом участке а зори здесь тихий бориса васильева была экранизирована несколько раз формате фильмов и сериалов последняя экранизация была снята режиссером ренатом давлетьяровым в 2015 году уважаемые телезрители добро пожаловать к нам в студии с возвращением мы продолжаем наш интереснейший диалог сына и световодом и наскажите пожалуйста вопрос цветов домашних или же цветов но которые дарятся до букетов вы какие больше предпочитаете конечно горшочки горшочки почему не вот в лечении цветами почему именно горшочки они такие девушки до основном когда вот букеты дарят хотя все цветоводы любят когда им дарят в горшке цветов потому что он будет жить на протяжении многих лет радовать своим видом в принципе вы не против букетчик я не стараюсь что-нибудь из него укоренить а есть вот у вас в планах розу например посадить дома выращивать есть есть искать самый необычный цветок вашей коллекции которого можно сказать очень дорог очень нравится наверное это коллекция антуриумов и орхидеи так хорошо если архидеи более знакомый нас на слух растения то вот предыдущая антуриум антуриум это что это более известными народе цветок от мужское счастье вот вот с этого и надо есть женское счастье есть мужское счастье первый раз да их тоже очень много сортов вот этого самого мужского счастья с разным окрасом цветов в разной формы в общем большое количество сортов вопрос от наших телезрителей как ухаживать что за женским счастьем что за мужским они немного разные хотя относятся к одному семейству ароидные но они разные у меня женщины да вот женское счастье женское счастье ну во первых почва легкий питательный грунт можно использовать универсальный как бы постоянно удобрять определенное время допустим через 10-15 дней рассеянный солнечный свет умеренный полив летом больше зимой меньше антуриума он немного другой его лучше посадить в грунт для орхидеи это сосновая кора там уже немного другой будет полив по мере просто это нам надо субситрами пустить так мужское счастье антуриум тире мужское счастье мне интересно можно подарить вот мужское счастье например женщине нет не женщина цветок вот цветок мужчине это как вообще дарят 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 но особенно если знаете что как бы человек неравнодушен к растениям может быть любит то это будет очень хороший подарок в горшке я знаю очень много мужчин которые любят цветы увлекаются занимаются так айгуль не вздумайте меня дарить потому что я не могу ну не то чтобы у меня был печальный опыт с этим у меня был кактус он служил мне верой и правдой и я про него забыл ну правда это прямо нужно за ними ухаживать ухаживать уже и телезрители мы к вам вернемся после небольшой музыкальной паузы который кстати по просьбе нашего телезрителя мы дарим его другу напомните айгуль пожалуйста кому мы дарим нашу музыкальную песню десемде курилимелем из и жазган екен ол изнын досы жанат карна музыкалық садим деме жылдайды на другие друзья специально для жаната музыкальной композиции ол изнын досы жылдай маяк ол изнын осы бьет маяк 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Хорошо их проведите И увидимся уже на следующей неделе На просторах телеканала Куще Со мной была Айгуль Узекова Меня тут Рамиль Дусумов Увидимся Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Продолжение следует...